Тогда еще по базарам и ярмаркам странствовали со своими лубяными коробами, обернутыми в домотканную холстину, продавцы дешевых народных песенников и книжек, так называемые Афени. Едва и научился читать по складам, как тут же моя бабушка, папина мама, пошла на привоз и купила мне у Афени две копеечные лубочные книжки. Я думаю, старушка не представляла себе, что в городе есть книжные магазины. Одна из этих книжек называлась «Волшебный рок-оберона», и на ее обертке было напечатано яркими, липкими красками изображение не то короля, не то какого-то рыцаря, не то волшебника, верхом на богато разубранной лошади в дикой, чаще сказочного леса. Всадник поднес к своему алому рту, к своей каштановой бороде закрученный охотничий рог на золотой цепочке, и мне казалось, я слышу его медный раскатистый голос, наполнивший чудной своей музыкой не только нарисованный лес с зелеными папоротниками и белыми ландышами, но также всю нашу базарную улицу. Я понемногу читал эту книжку, складывая буквы в слоги, а слоги в слова, но ее содержание произвело на меня гораздо меньшее впечатление, чем картинка на обложке. Сейчас я уже совершенно не помню, что было напечатано в книжке сероватым шрифтом на плохой бумаге, но на всю жизнь в памяти моей остался заголовок «Волшебный рок Аберона» и яркая картинка обложки, как бы сразу заменившая мне все искусство мира, о котором тогда я еще не имел ни малейшего понятия. Другая книжка бесследно исчезла из моей памяти, и вдруг только что, сию минуту, более чем через семьдесят лет, я вспомнил ее «Спящая красавица». На яркой лубочной обложке разноцветная картинка, представляющая замок, заросший розовым шиповником, и среди колючих цветущих ветвей лежит «Спящая красавица», А над ней наклонился прекрасный юноша в бархатном камзоле и берете с фазаним пером, он касается губами румяной щечки «Спящей красавицы», и вдруг она просыпается, глядя на мир восхищенными глазами. Ах, как долго я спала! И все вокруг оживает! Содержание этой сказки общеизвестно, но тогда я узнал ее впервые. Иногда мне кажется, что это сказка о моей душе. В ранней юности, может быть, в детстве, она уколола Саверетино злой волшебницей и заснула, и спала до тех пор, пока кто-то не пробрался к ней сквозь колючую непроходимую чащу шиповника и не коснулся ее губами, и моя душа проснулась. В половине второго утра разбудили меня соловьи, полно спать подымайся пора, ты забыл, что рожден для любви, ты забыл, что над люлькой твоей зеленел упоительный рай, а тебе говорили убей, ненавидь, не люби, презирай, и покуда я спал, не дыша, без желаний, без чувств и без слов, как слепая бродила душа по обугленным улицам снов, как слепая шаталась она, оступаясь на каждом шагу. Я была для любви рождена, не могу убивать, не могу. Я проснулся и тихо лежал, на ладони щеку положив. О, как долго, как страшно я спал, и как странно, что я еще жив, и как странно, что я не сражен, что над миром царят соловьи, и что мир не для смерти рожден, а для счастья, добра и любви. И в слезах я лежал в полусне, и дрожали в лесу янтари, и сквозь сосны тянулись ко мне розоватые пальцы зари. Она меня поцеловала. В темную, безлунную августовскую ночь мы иногда шли к обрывам, и хотя там была вбита в землю скамеечка, предпочитали рассиживаться прямо на теплой, еще не успевшей остыть степной земле, поросшей ромашкой, полынью, чабрецом и многими другими душистыми травами. С обрыва открывалось темное море, на черном горизонте которого слабо светилась не то звезда, не то огонек на мачте невидимого парохода, уходящего за край траурной полосы между водой и небом. В черном небе, среди довольно крупных, хорошо нам знакомых созвездий северного полушария и раздвоенного рукава, как бы небесной дельты Млечного Пути, светились миллиарды звезд, наполняя небо серебристым песком, пылью, фосфорическим дымом, при свете которых степь и море, хотя и оставались темными, но все-таки таинственно мерцали, и воздух был напоен тончайшим эфирным свечением, в котором вдруг проносилась летучая мышь, похожая на дубль В, или трепещущие ночные бабочки, как бы сеющие вокруг себя серую пыльцу, или двигались силуэты пограничников, совершающих свой ночной обход, и степь вокруг была наполнена хрустальным звоном сверчков. Мы ложились на теплые травы лицом вверх и закладывали руки за голову папа, Женя и я, и еще несколько мальчиков и девочек. Теперь мы видели только одно громадное звездное небо и его траурную черноту, и на ней созвездия и отдельные звезды, которые папа называл по именам, как своих хороших знакомых. Большая медведица, малая медведица, полярная звезда, Сатурн, Юпитер, низко склоняющийся к морскому горизонту, Венера, странная звезда, дважды появляющаяся на небосклоне утром и вечером, почему ее и называют то утренней звездой, то веспером, то есть вечерней. А некогда, как нам сказал папа, запрокинув голову и смотря в звездное небо, считалось, что это не одна звезда, а две разных. Не знаю, но почему-то это меня очень волновало, и мне казалось, что у меня две души. Одна радостная утренняя, а другая сумрачная, веспер. Мы лежали лицом к небу, нас обдувал теплый ночной ветерок, в котором смешивались запахи моря и степи, и временами мне казалось, что я не лежу на земле и смотрю вверх, а наоборот, вешу в пространстве лицом вниз, и в неизмеримой глубине подо мной раскинулось мировое пространство без начала и без конца во всем своем августовском великолепии. Казалось, я уже больше не принадлежу земле, ее материкам, океанам, странам и границам между этими странами, вдоль которых расставлены пушки, крепости и пограничные кордоны, вроде нашего будакского пограничного поста у высокого обрывистого берега, вдоль которого ходят пограничные патрули, и народы говорят на разных языках, и враждуют между собою, и ведут войны, и по морям и океанам ходят дредноуты, в глубине скользят тени подводных лодок субмарин, а есть надо всеми только одно общее звездное небо и одна всемирная душа, моя душа, и падающие звезды, или, как их называл папа, метеоры, болиды, метеориты. Мы знали, что пока звезда катится, надо шепнуть ей желание сердца, и оно непременно исполнится. В середине августа, подстерегая внезапное появление новой падающей звезды, на краю земли между Днестровским лиманом с его старой турецкой крепостью и дельтой Дуная в Буджакской степи, я шептал заветное свое желание. Но падающих звезд было так много, а желания мои были так разнообразны и противоречивы, что я до сих пор не знаю, исполнились ли они в конце концов, или не исполнились. Кусочек твердого красного фосфора, который подарил мне один товарищ по гимназии, имел форму и размер мандариновой дольки, и я, завернув его в бумажку, носил в кармане, с нетерпением ожидая конца уроков с тем, чтобы как следует заняться своим подарком, исследуя его свойства в спокойной домашней обстановке. Так как было известно, что красный фосфор в сухом виде не светится, то дома я произвел несколько несложных опытов. Подставлял фосфор под кран, мочил в блюдце, затем мазал мокрым фосфором пальцы. Эффект получался всегда один и тот же. Любой предмет, намазанный мокрым фосфором, начинал в темноте светиться. Таинственно светилась моя пятерня, все растопыренные пальцы, светилась вода в блюдечке, и даже струя из-под крана в темной ванной комнате слегка светилась, омывая кусочек фосфора, который я подставлял под кран. Я завернул фосфор в бумажку, спрятал в карман и, посвистывая сквозь передние зубы, отправился на улицу. Кое-кто из мальчиков уже слонялся по полянке, швыряя камешки воробьев, или, играя в шкатуля, то есть ставили ракушниковый строительный камень с таймя, сверху на него клали камень поменьше и, отойдя шагов на десять, бросали в него кусками кирпича. Кто первый собьет верхний камень? До сих пор не имею понятия, откуда произошло это странное слово «шкатуль», кто его изобрел. Игра в шкатуля была самая скучная из всех наших игр, и ее занимались так себе от нечего делать, пока на полянке не соберется вся голота, и можно будет предпринять что-нибудь действительно интересное. Я сразу заметил, что Надьки, Заря, Зареницка еще не было на полянке. Наверное, сидела дома и учила уроки. Необходимо объяснить, что такое полянка. У нас в Отраде полянками назывались еще не застроенные участки, поросшие сорными травами, кустиками, одичавшие сирени или перистыми уксусными деревцами. Каждая полянка примыкала к глухим ракушниковым стенам старых или новых домов Брандмауэром. Тут же я и начал свою интригу против Надьки Заря-Зареницкой, с которой постоянно находился в сложных, враждебно-любовных отношениях. Мы соперничали с ней решительно во всех областях нашей уличной жизни. Кто быстрее бегает, кто выше прыгает, кто лучше прячется во время игры в дыр-дыра, громче свистит сквозь передние зубы, умеет незаметней подставлять ножку, скорее всех отгадает загадку и произнесет трудную скороговорку, вроде «на траве дрова, на дворе трава», а главное, кто кому покорится и признает над собой его власть. Надька Заря-Зареницкая слыла царицей среди мальчишек, а другие девочки по сравнению с ней ничего не стоили. Все признавали ее превосходство. Один только я по свойству своего характера не желал с этим примириться, хотя она во всех отношениях превосходила меня, даже в возрасте. Мы были однолетки, родились в одном месяце, но Надька родилась ровно на одиннадцать дней раньше, и тут уж ничего не поделаешь, это было непоправимо, она была старше. В любой миг Надька могла окинуть меня презрительным взглядом и сказать «молчи, я тебя старше». В то время, когда нам было по одиннадцати лет, это казалось ей громадным преимуществом. Иногда мы с ней даже дрались, потом показывали друг другу большой палец, что обозначало ссору навсегда, но скоро застенчивой улыбкой показывали друг другу через плечо согнутый мизинчик в знак мира и вечной дружбы. Воспользовавшись отсутствием на полянке Надьки, я сделал все возможное, чтобы перетянуть на свою сторону всех ее сторонников, мальчиков и девчонок. Я повел их в подвал дома Фисенко и показал им в кромешной темноте дровяных сараев свои растопыренные руки со светящимися пальцами и лицо со светящимися бровями, носом и ушами. Мальчики и девочки были так поражены этим необъяснимым явлением, что сразу же стали моими сторонниками и признали меня главным, тем более, что в ответ на все их просьбы и даже мольбы открыть секрет моего свечения, я сказал, что сделался обладателем многих тайн знаменитой Елены Блаватской, как известно, причастной к потустороннему миру призраков и духов. Я намекнул, что во сне ко мне часто является сама Елена Блаватская и что она сделала меня волшебником, в знак чего мое лицо и руки стали во тьме светиться. Я также дал понять, что те из мальчиков и девчонок, которые перейдут на мою сторону, могут рассчитывать, что со временем я их всех посвящу в тайны Елены Блаватской, и они тоже обретут свойство светиться в темноте и даже, может быть, сделаются волшебниками. Я не скупился на обещания. Они поклялись мне в верности, подняв над головой два пальца в знак присяги. До сих пор не могу понять, почему ни одному из них не пришла в голову простая мысль, что это вовсе не чудо, а обыкновенная химия. Знали же они, что существует на свете вещество фосфор, обладающее свойством светиться в темноте. Наконец, видели же они светляков и море, фосфорисцирующее летом. И все же они поверили в волшебные свойства моего свечения и в то, что я знаю какую-то тайну Елены Блаватской. Их души жаждали необъяснимого. Когда мы вылезли из темного подвала, то увидели на полянке Надьку Заря-Зареницкую, которая, прыгая на одной ноге, бросала в стенку мяч, ловко его ловила, затем несколько раз заставляла со звона ударяться об землю, а потом опять бросала в старый ракушниковый Брандмауэр, изрезанный различными надписями и рисунками. Увидев меня, окруженного ее бывшими верноподданными, она нахмурилась, как разгневанная королева, ее золотистые прямые брови, всегда напоминавшие мне пшеничные колосья, сердито сошлись. И с силой ударив мяч об землю, так что он подскочил вверх до второго этажа, крикнула «Ко мне, моя верная дружина!» «Она уже не твоя, а моя!» – сказал я насмешливо. «Только что они в подвале Фисенко дали мне вечную клятву верности и присягнули двумя пальцами». «Вы ему присягнули?» – строго спросила Надька. «Присягнули», – ответили ее бывшие верноподданные. «И тут же Надька услышала неприятную новость, что ко мне во сне являлась Елена Блаватская и открыла все свои тайны, в том числе и способность светиться в темноте». «Он вам врет», – сказала Надька. «А вот и не врет, потому что мы сами видели, как он светится». Я посмотрел на Надьку с нескрываемым торжеством и, сложив руки на груди крестом, оскорбительно захохотал ей в лицо. «Может быть, не веришь?» – спросил я. «Не верю», – ответила она, – «потому что ты известный брехунишка». «Клянусь», – гордо возразил я. «А чем докажешь?» – спросила она. «Пойдем в подвал к Фисенкам, сама увидишь». «Будешь светиться?» – подозрительно спросила Надька. «Буду светиться», – ответил я. «Пойдем». «Пойдем». Мы спустились в подвал, пошли ощупью по темному коридору, причем я хорошенько наслюнил себе пальцы, нос и уши и украдкой потер их кусочком фосфора. Я остановился, внезапно повернулся к Надьке светящимся лицом и поднял вверх растопыренные светящиеся пальцы. «Теперь ты убедилась?» – спросил я. Надька стояла передо мной, потеряв от изумления дар речи. Я слышал в темноте, как бьется ее сердце. «Ты что, на самом деле волшебник?» – наконец спросила она. «А то нет», – ответил я. Мы выбрались из подвала наверх, и я был поражен яркостью мира, синевшего, зеленевшего, желтевшего, сверкавшего вокруг нас так сильно, что даже стало больно глазам. Надька стояла передо мной высокая, стройная, длинноногая, с поцарапанными коленками, с прямым красивым носиком и легкой горбинкой, чуть-чуть позолоченным веснушками, с прозрачными голубыми глазами, с тугими локонами, подва с каждой стороны, между которыми жарко горели удлиненные раковины ее небольших мальчишеских ушей. Вообще в ней было что-то грубо-мальчишеское и вместе с тем нежной девичьи. Мы стояли рядом, вечные соперники и враги, влюбленные друг в друга, и я чувствовал себя победителем. Она смотрела на меня с суеверным ужасом, точно я впрямь был волшебником, посвященным в тайны Елены Блавацкой. «А ты меня примешь в свою компанию?» спросила Надька робким голосом. «Я хочу, чтобы ты посвятил меня в тайны Блавацкой». Я немножко поломался, потом сказал, «Эти тайны я могу открыть только тому, кто поклянется навсегда стать моим послушным рабом». «Мне не надо всех тайн», — ответила она, глядя на меня своими чудными аквамариновыми глазами, жесткими рыжеватыми ресницами, что делает ее чем-то неуловимо похожей на англичанку. «Мне только хочется узнать, как тебе удается светиться в темноте». «Чего захотела? Светиться в темноте — это самая главная тайна». «Ну так открой мне эту тайну. Я тебя очень прошу», — сказала Надька голосом, полным почти женского нежного кокетства. «Я посмотрел на нее и понял, она вся с ног до головы охвачена таким страстным, непобедимым любопытством, что мне теперь ничего не стоит превратить ее в свою послушную рабу. «Хорошо», — сказал я, — «пусть будет так, но ты должна признать себя моей рабой». Надька немного поколебалась. «Обязать глупости нельзя?» — спросила она. «Нельзя», — отрезал я. «Хорошо», — сказала она тихо, «но если я стану твоей рабой, тогда ты мне откроешь тайну?» «Открою», — сказал я. «Ну, так считай, что с этой минуты я твоя раба. Идет?» «Э, нет», — сказал я, — «это не так-то просто. Сперва ты должна исполнить ритуал посвящения в моей рабыне. В присутствии всей голоты ты должна стать передо мной на колени, наклонить голову до земли, а я в знак своего владычества поставлю тебе на голову ногу и произнесу, «Отныне ты моя раба, а я твой господин. И тогда я открою тебе тайну свечения человека в потьмах, завещанную мне Еленой Блаватской». «И ты даешь честное, благородное слово, что тогда ты откроешь тайну свечения?» — спросила Надька, дрожа от нетерпения. Она готова была на все. «Честная, благородная, святой истинный крест, чтобы мне не сойти с этого места», — сказал я с некоторым завыванием. Надя решительно тряхнула всеми четырьмя английскими локонами и стала передо мной на одно колено, немного подумала и решительно стала на другое. «Ну-ну, — сказал я, — теперь склоняйся до земли». Надя повела плечами и с некоторым раздражением положила свою голову на сухую рыжую землю пустыря, поросшего по сленам, на котором уже созревали мутно-черные ягоды. Вокруг нас стояла толпа мальчиков и девочек, которые молча смотрели на унижение передо мной Надьки Заря-Зареницкой. Она была в матроске с синим воротником, в короткой плессированной юбке. Приподняв голову с земли, она смотрела на меня прелестными умоляющими глазами. «Может быть, не надо, чтобы ты ставил ногу на мою голову? Я уже и так достаточно унижена», — почти жалобно промолвила она. «Как угодно, — сурово сказал я, «но тогда ты никогда не узнаешь тайну свечения человеческого тела». «Ну, черт с тобой!» «Ставь ногу на голову, мне не жалко», — сказал Надька, и я увидел, как из ее глаз выползли две слезинки. Я поставил ногу в потертом башмаке на Надькину голову и некоторое время простоял так, скрестив на груди руки. «Теперь ты моя раба!» — торжественно сказал я. Надька встала и сбила с колен пыль. «А теперь ты должен открыть мне тайну», — сказала она. «Открывай сейчас же». «Пожалуйста!» — с ехидной улыбкой ответил я. «Вот это тайна!» При этом я вынул из кармана кусочек фосфора. «Что это?» — спросила Надька. «Фосфор!» — холодно ответил я. «Так это был всего лишь фосфор!» — воскликнула она, побледнев от негодования. «А ты что думала? Может быть, ты вообразила, что это на самом деле какая-то тайна Елены Балавацкой? Вот дура! И ты поверила!» Мальчики и девочки вокруг нас захохотали. Это было уже слишком. «Жалкой врунишка!» «Обманщик!» — закричала Надька. И как кошка бросилась на меня. Но я успел увернуться и пустился на утек вокруг полянки, слыша за собой Надькино дыхание и топот ее длинных голенастых ног в мальчишеских сандалиях. Она бегала гораздо лучше меня. И я понял, что мне не удастся уйти. Тогда я решился прибегнуть к приему, который всегда в подобных случаях применял младший помощник Ника Картера, японец Тен Итси. Я должен был вдруг остановиться, перебегущей девочкой, стать на четвереньки, с тем, чтобы она со всего маху налетела на меня и шлепнулась на землю. Однако я не рассчитал расстояние между нами. Я стоял, как дурак на четвереньках, а Надька успела замедлить бег. Затем она бросилась на меня, села верхом и так отколотила своими крепкими кулаками, что у меня потекла из носу кровь. Я приплелся домой весь в пыли, проливая слезы и юшку, которая текла из моего носа, а следом за мной неслись торжествующие крики Надьки. «Теперь будешь знать, как обманывать людей, брехунишка!» Я успел показать ей через плечо большой палец, а она ответила тем же. Впрочем, через два дня мы снова встретились на полянке, где вокруг кола на веревке ходила коза и смущенно протянули друг другу согнутые мизинчики, что означало вечный мир. А вечером я закатал рука в гимназической куртке и написал чернилами на своей руке буквы Н, З, Тире, Зе, Надя, Заря, Зареницкая и нарисовал сердце, пронзенное стрелой и долго ждал, пока высохнет. На другой день я подарил Надьке половину своего фосфора, и она, подобно мне, обрела дар светиться в темноте. Страницы романа Валентина Катаева «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок» Аберона читал народный артист СССР Олег Табаков. «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок» Субтитры создавал DimaTorzok